ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. 22 февраля вступили в село измененные правила прохождения технического осмотра. Что нового? Во-первых, на станции ТО теперь нужно предъявлять не только знак аварийной остановки и огнетушитель, но и аптечку. Последняя стоит минимум 160-170 рублей. Во-вторых, запрещено демонтировать предусмотренные заводом-изготовителем стеклоочистители и стеклоомыватели. В-третьих, не допускается наличие проблем с усилителем руля. Наконец, если водитель использует зимнюю шипованную резину, то она должна присутствовать на всех дисках. ТРАССА СТО ОДИН Федеральная трасса Кострома-Шарья-Киров-Перьмь будет приведена в нормативное состояние до конца 2020 года. Об этом сообщил глава федерального Минтранса Максим Соколов. По его словам, сейчас магистраль отвечает ГОСТом только на 30%. Ремонтировать ее чиновники собираются на деньги, собираемые в рамках системы Платон. Ранее власти говорили о том, что все федеральные автотрассы станут идеальными до конца этого года. ТРАССА СТО ОДИН В прошлом году камеры фиксации нарушений ПДД, установленные в Москве, оштрафовали водителей на 12 миллиардов рублей. Это больше бюджета Кирова примерно на миллиард. Сколько камеры приносят денег в бюджет нашего региона? Хм, большой вопрос. Эта информация не публикуется последние несколько лет. Она была доступна на заре появления средств фото-видеофиксации на Вятской земле. Но нетрудно сделать очень приблизительные подсчеты. По данным ГИБДД, в 2017 году камеры выявили на дорогах региона почти 500 тысяч нарушений. Если умножить это число хотя бы на минимальный штраф – 500 рублей, а там может быть и тысяча, и пять тысяч, то получится 250 миллионов. Стартовали продажи Kia Picanto X-Line. Это так называемая вседорожная версия малолитражки. У нее увеличенный дорожный просвет, усиленные передние и задние бамперы, перенастроенная подвеска, молдинги по бокам, накладки на колесных арках, а также 15-дюймовые диски. Двигатель бензиновый, объемом 1,2, мощностью 84 лошадиные силы. Коробка – четырехступенчатый автомат. Минимальная стоимость новинки – 809 тысяч 900 рублей. Трасса 101. Ульяновский автозавод специально к 23 февраля начал выпуск одежды. Но не сам, конечно. Просто на вещах присутствуют слоганы, используемые УАЗом, фотографии УАЗ Патриот, снимки боксера Кости Дзю. Он с прошлого года рекламирует Патриот. Одежда, надо сказать, не очень дешевая. Толстовка – 3000 рублей, спортивные штаны – почти 2500, футболка – 1200. Приобрести все это можно на сайте компании, но ожидается и завоз вещичек в дилерские центры. Предположительно, к 8 марта предприятие сделает то же самое для женщин. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok